Когда начинает смотреть вашу передачу, то создается такое впечатление, что вы хотите аргументами довести до того, чтобы у кого-то нервы не выдержали, он пошел, захватил ближайшее отделение милиции, ну и понеслась. Вот вопрос. Была какая-то идея, когда вы только начали вести передачу «Плохие новости», была то какая и вообще зачем-то? Ну, для чего это все было? Ну, во-первых, два человека, наверное, повлияли. Мой адвокат Игорь Александрович считал, что у меня в кабинете стоит подслушивающее устройство, и, значит, потом кто-то анализирует эту информацию, то, о чем я говорю, ну там, передает куда-то наверх, потому что говорит, ну что не скажешь, все так и получается. И поэтому как бы настаивал, чтобы я это делал уже не в своем кабинете, а непосредственно когда-то людям, да, говорил. И Эдик Бабуджанян, он, в общем-то, вышел с этой идеей, значит, делать в Ютубе программу, чтобы, в общем-то, какие-то новости, которые, может быть, и в топах, которые и просто где-то что-то случается, можно было комментировать по-своему. Ну и был еще один человек, в общем-то, духовного звания, который сказал, что вот у него два образования, одно священника образования, другое университетское, но он не видит, то есть нет системы взглядов, и он не видит вот в этой мозаике событий какой-то тоже системы. Поэтому просит, чтобы... Я в Твиттере раньше писал, там, в живом журнале, и он читал, и он говорит, вы как-то побольше доносите до людей, чтобы было понятно. И, в общем-то, так мы и стали работать. Не было вот на том этапе каких-то других целей, кроме того, чтобы объяснить людям, что происходит реально. Многие же, ну, так загружены, что не в состоянии анализировать большое количество новостей каждый день. Поэтому для них это отдельная отрывочная картина. Ну, там, упал прогресс, ну, упал и упал. Почему упал? Может, потому что Ликтин, его лежали с 88-го года в Самаре в гаражах, да, поэтому, может быть, упал. Может, по какой-то другой причине. И вот, когда складывается, в общем, целостная картина, то уже иллюзий не возникает. Вот здесь же собрались люди, у которых нет иллюзий, именно потому что складывается целостная картина мира. А иллюзий есть у тех, которым рассказывают, вот, федоровцы, вот эти вот с флагами, что там, блядь, у Путина плохая конституция, да, как будто он хоть один пункт конституции исполняет. Она вот его связала по рукам и ногам, американцев проплачиваем мы и что-то еще там, ну и так далее. То есть мозг кипит от этого, ну, некоторые к этому нормально относятся, ну, а что ж. Раз говорят, значит, наверное, так оно и есть. Так, скажите, что будете делать и чем заниматься, если 5 ноября 2017 года ничего не случится? Я даже не думаю об этом, представляешь, то есть у нас, мы как бы не ждем, а готовимся, у нас нет плана, я прямо скажу, на то, что вдруг это не случится. Просто нет. У нас есть план на то, что вдруг это случится раньше. Вот. На это все у нас нет плана. Все вполне возможно. Вы как-то обсуждали в своей передаче такую фразу, не все личное, только бизнес. И, как бы вы было, такое сделали, сказали, что для вас всегда личное, никакого бизнеса. И вот вопрос просто будет под это. И второе, как-то кто-то написал или вы читали где-то вот про Залдостанова, про этого вот байкера. Он рассказывал, как он познакомился с Путиным, что Путин где-то к нему подошел и сказал «Здравствуй, Соса». А вам там спросили, что вот если к вам Путин подошел и сказал бы «Здравствуй, Соса», то вы бы как отреагировали? Вы сказали, что в ответ вы бы сказали «Здравствуй, Вова». Ну и так далее. Так, вот вопрос в связи с этим. Зачем вы ручкались за кулисами во время выбора в Залиновске? Вели достаточно милые беседы. Как бы во время новостей вы достаточно плохо про него говорили, про то что это враг. То есть зачем вот эти игры в уважении? Не, ну во-первых, это было несколько весело. Вот так, он за кулисами тоже, вы же записывали, как его троллили. А мне на самом деле даже как-то, вот Сережа, не даст соврать, стал его жалко. Потому что я как-то наехал на него раз, наехал два, не встретил никакого отражения. Я рассчитывал, что будет какой-то там бой, замес какой-то. А он меня Вячеслав называет. Не, ну Залиновский он любит вот так войти. Ему говорят, что-то он сказал про помощника на удостоверение. Он говорит, зачем удостоверение помощника? Кому он сказал про помощника? Я уж не помню. Диме, что ли? А он говорит, да мы в Кремле будем. Он говорит, да мы вас поддержим. И все. Мы вас поддержим, вы нас поддержите. На самом деле это же было не за кулисами. Это было в перископе. И вы понимаете, с точки зрения политической это было очень верно. Почему? Потому что, ну давайте откровенно, все видели абсолютно, как Жириновский так делает ку. А это было очень хорошо. То есть все же знают, что, в общем-то, эта рыба такая опытная, да, что стрелянный воробей. И когда он делает ку, в общем-то, Мальцеву его движению, все остальные видят, что это серьезно. Что это не случайность. Вот тут кто-то прилетел, вот он там из одного места выскочил, и сейчас он обратно туда улетит. Поэтому мы тоже таким образом его использовали. Я понимаю, что он в свою очередь использовал нас, потому что... Но он пообещал к вам прийти в Снег, но он не пришел. Да, не пришел он, да, конечно. Ну, причем, я так понимаю, что большинство моих коллег и подозревало, что он не придет. Ну, потому что, когда приходят, обычно сразу договариваются, они дают контакты помощника. Не, ну, нужно понимать, что вот ручкой, что то, о чем ты сказал, да, это было больше в такой сатирической манере. То есть у нас не было совершенно никаких общих дел, абсолютно никаких. То есть все то, что вы видели в перископе, кроме этого у нас не было никакого общения с Жириновским. Да, мы его с удовольствием подкалывали, если не сказать жёстче. Ну, троллили. То есть я подходил с перископом, если вы помните, и спрашивал Владимира Вольфовича, а как же вот вы за русских, за бедных, а ездите на лимузине? Да, и при этом он там юмористично как-то мне отвечал. Ну, или так, Слава Вячеславовичу. А, я не помню, а, он сказал служебный. Это не правда, на самом деле это не правда, это не служебная машина, служебная была другая. То есть это... Ну, ведь не его это, да. И, если вы помните эфир на радио, когда, в общем-то, когда он там начал кричать, вот, саратовский бомж, как раз тот самый эфир, после которого Слава Вячеславович поехал сдать тест на наркотики, а Жириновский почему-то не поехал. После этого он как-то с нами уже не ручкался, он от нас убегал. Причём он убегал, нет, как же, вы когда вышли, он убежал через запасной выход на весь ТФМ. А, ну да, да, да. Причём ему кричат, Валерий Вячеславович, там нет выхода. А он бежит, бежит, пробирает. Он говорит, да, он говорит, мы сейчас туда уйдём, а они уйдут, потом мы пройдём. Вот так уйдут. То есть он уже с нами не ручками. Он тоже по сей раз. И за шутки шутками, но это провокация. И он же понимает, он же не может это на всю страну проявить. Он же, ну, даже маломальски нормальный человек, это расшифрует его, поэтому он всячески... Надо сказать, что большинство наших политиков рассматривает это всё действительно как провокацию, потому что они не могут сдать анализ, как мальцев. Большинство, вы представляете, в каком мире мы живём, что вот сейчас возьми, там 70% всё нормально. Нормальные люди на кокосе сидят, всё в порядке, вы понимаете, то есть чё... Я знаю массу, так сказать, людей, которые меньшее количество времени употребляют наркотики. У них уже мозгов нет. А эти люди долгое время, весь путинский период сидят на наркоте. Ну чё там в башке-то у них должно остаться, я просто не представляю. Конечно, поэтому и Серёжа не даст соврать в определённых кругах, когда вот там говорят, вот мальцев там тусуется в Москве. Я не тусуюсь вообще. Очень редкие какие-то моменты, встречи там. И то я вижу, что это абсолютно разрушенные люди передо мной. Абсолютно разрушенные. То есть у них вот только оболочка осталась. Поэтому говорят, это такие сильные там политики. Какие сильные политики. Это оболочка. Так, вот весь коротенький. Про выборы. Я думаю, про выборы. Я по самому, может, он будет. Так, знаете, вот как вы считаете, партия Парнас, от вашего участия, от неё больше пользы, вреда это принесло? Или они как были политическим трупом, так и остались? Нет, ну как Белковский хорошо сказал, что Парнас несли на кладбище процессию, пришлось развернуться. Мне больше не поздравил, он мягко всегда. Да, Станислав всегда мягко. И начали мертвеца оживлять. Да, подкалывать. А я... Там просто многие недовольны были. Конечно, безусловно, и причём в основном люди, которых всё устраивает, как это ни парадоксально. Их устраивает то, что происходит сейчас. Их устраивает, что определённые там Кохи, Ходорковские и прочие дают им какие-то денежки на то, чтобы они организовывали народ. А они за деньги не могут организовать десятые доли того, что мы делаем абсолютно без всяких денег, за идею. Понимаешь, то есть они не могут дать людям ту идею, под которую они объединятся. И, конечно, их с одной стороны ревность, зависть, а с другой стороны просто инстинкт самосохранения. Ну, если Мальцев это делает совершенно бесплатно, то нафига давать за это деньги какому-то там, ну, я не буду перечислять, а то скажут, там, личные счёты какие. Ну, безусловно, так. Пар раз приобрёл или потерял. Что-то потерял, что-то приобрёл. Я не знаю, в каких пропорциях. На мой взгляд, больше, конечно, приобрёл. Но это на мой взгляд. Я не знаю. Тут оценочная, так сказать, позиция. Можно? Вот объединение с Гиркиным. Вы готовы совсем объединяться, независимо от того, чем они занимались? Не, ну, насчёт объединения с Гиркиным, это больше провокация. Меня спросили, вы готовы объединяться? Я сказал, смотря подо что. Если под то, чтобы отстранить от власти Вову, я готов. А эта овчина стоит выделки. Если для того, чтобы обсудить программу 5-го, 11-го, ну, наверное, нет. Учинило, да. Да, вы понимаете, тут всё это цели. Как говорил Карл Бакс, опять хочу его процитировать, в политических целях можно объединяться даже с самим чёртом. Главное, чтобы потом ты обманул чёрта, а не он тебя. Ну, наверное, так. Наверное, да. То есть нужно посмотреть. Кроме всего прочего, зачем было сделано заявление? Ну, давайте говорить откровенно. Ну, это чистейшая политическая провокация. Огромное количество людей, которые с ними в тупике находятся, они не хотят дальше идти там. И мы вот сейчас видим этот отток. И когда говорят, да, давайте объединимся, всё, эти люди, они сразу же отваливаются сюда. Там они ничего перспектив никаких не видят. Поэтому, ну, да, у такой грех есть, такая провокация. Но это не значит, что мы готовы ко всему просто вот собраться и обсудить будущее. Да, если люди, которые, на наш взгляд, совершили злодеяние, да, и по-другому это не назовёшь, готовы как-то это смыть более-менее приличным поступком, таким самоотверженным поступком, мы с ними готовы, в общем-то, договориться и считать, что они, в общем-то, поступают правильно. Если нет, ну, нет, ну, так нет. Кто и как будет осуществлять контроль за вами при вашей диктатуре? Жена. Поверьте, хуже контроля точно не найдется. Нет, не знаю. Хуже? Слушай. Не знаю, я думаю, что те люди, которые сейчас вместе с нами, они в состоянии проконтролировать то, что будет, поскольку они будут частью этой системы, нарождающейся системы. То есть, и наша задача в эту систему заключить всю страну, да, всю страну. Понимаешь, у меня нет задачи захватить власть там и стать вовы. Если бы была эта задача, я бы пошел совсем другим путем. А во всем, диктатура в вашем понимании, это стоит. Как вы ее видите? Ваша диктатура. В моем понимании, диктатура это всегда средство для достижения чего-то. Ну, как сула. То есть, получить временные полномочия диктатора для того, чтобы реализовать какие-то цели намеченные, а потом спокойно уйти, пожать всем руку и ходить по улице без охраны. Вот так, в моем понимании. А не так, чтобы воссесть навсегда, пока тебя не унесут вперед. Ты знал, чтобы за этот период, короче, система... Да. Да, чтобы за этот период, короче, система... Какое происхождение криски славы бесами? Не знаю. Это ланцы, правда? Да, конечно. Откуда он вот это делается? Работал на... Крекинге. Работал участковым. У меня два напарника были. Один старший участковый по кличке Ленин. Его звали Владимир Ильич. Другой Баранов. Вот. И, значит... Ну, спрашивали меня все время, что ты такой бешеный. Ну, и так и привязался. Слава бешеному. А эти... Дали наркоманы. Потому что их спрашивают. Говорят, а вы что? Поймали их как-то на кварталах. Говорят, а что вы не на... Там у себя на крекинге. А они говорят, да там слава совсем бешеные. И все. А я не сильно любил. Не жаловал я публику, эту наркоманскую. Я их гонял. Сильно гонял. Ну, и вот так и привязал. Служили ли ваши сыновья в армии? Нет, не служили. Почему? Как они... Они сами решили, что они не хотят идти? Или вы за них решили? Нет, не знаю. Ну, а вы сами вот как думаете, почему они решили не ходить туда? Честно говоря, меня как бы особо сильно интересовал этот вопрос. Я, в общем-то, не настаивал, чтобы они служили. И не настаивал, чтобы они не служили. Роман, я так понимаю, у него... Он там учился и не обязан был, да. Валера, не знаю, может быть, еще примет такое решение. Хотя я сомневаюсь. Я бы на его месте не стал. Сам я служил. Но никому не рекомендую служить в путинской армии. Почему? Это уже путинская армия. Так вот мы знаем, что завтра человек, связанный с присягой, должен будет делать. Я бы, например, никогда не связался с присягой, с таким человеком, как Путин. Ну да, небезопасное занятие. Склонны ли вы менять свои решения? И если да, то в связи с тем? Ну, как и все люди, конечно, склонны менять свои решения. Не часто, но, во-первых, в политике... Еще и Юлий Цезарь говорил, да, что он только дурак как-то не маневрирует, не лавирует, да. Слушай, что он куда-то... По принципиальным вопросам, наверное, трудно менять решение. По непринципиальным легко. Главное, для человека, какой вопрос принципиальный, какой не принципиальный, это критерий личной оценки. То есть для одного не принципиально там родину продать, да, а для другого принципиально ответить на что-то да, на что он говорил нет. Это сложно. Ну, конечно, очень часто приходится заставлять себя... Не часто, но приходится заставлять себя сменить решение, когда видишь, что некоторые выводы ты сделал неправильно. То есть не все оценил правильно, а поэтому меняешь решение. И это нормально. Так, вот прямо сейчас у меня вопрос родился по поводу Родины. Вот я реплику небольшую вставлю. Я считаю, что не надо Родину любить или не любить, то есть нужно к ней относиться. Вот насколько ты можешь это использовать? Вот находясь в России, если ты здесь родился, насколько ты можешь себя реализовать? Она не обосновленный предмет, и о любви, и о ненависти тут речь идти не может. Вот ваше мнение. Какое? Да ну нет, конечно. Я думаю, что любовь к Родине некий такой элемент, который присутствует, он обязательно должен присутствовать. Почему? Потому что, ну, даже я узнал массу людей, которые считали так же, что никакой любви к Родине нет. Как это, сынок Родина там, где водка, да, там, да, Владоватова. Ну нет же, в конечном итоге даже те люди, которые так считают, они приходят к тому, что есть некое сакральное понимание с одной стороны Родины, а с другой такой просто ностальгическое понимание, да, то есть вот где-то родился, где родился, там, из березки, да, березки, там, пруды, мама, да, то есть и от этого никуда не денешься, это у нас глубоко, и чем старше мы становимся, тем, наверное, острее. Может быть, да, в древние годы, там, Родина там, где водка, да, а все как-то становится, наверное, все, что-то другое. То есть это березки имеют значение? Да, конечно, имеют, и такой вот, ну, такого уровня, как какого-то совершенно сознания, там, глубокого-глубокого, когда это выстреливает, почему не срабатывает на инстинкт ваты, это, когда показывают по первому каналу, когда рассказывают про достижение Советского Союза, там, и так далее, с которым, кстати, Путин, их по отношению, естественно, не имеет, Влада аплодирует и кричит, там, уравлова, вот, и при чем, самое главное, как бы, подтянуть это вот. Как вы относитесь к конструктивной критике? Конструктивной критике? Вот, опять же, важен критерий оценки. Я очень часто не могу понять, разграничить, где конструктивная, где неконструктивная критика, это моя беда вот. То есть не всегда положительная? Да, не всегда положительная. Я прекрасно знаю, и из-за этого у меня бывают перегибы. Я начинаю вдруг положительно относиться к неконструктивной критике, когда мне даже товарищ говорит, ну, что ты слушаешь, надо пнуть в ухо и не слушать, понимаешь? То есть, я, зная за собой такую особенность, иногда, в общем-то, не противодействует, думаю, это критика, а это просто наезд. Это висят свои резины, холодная резина, травмат. Не скажу. Не скажу тогда. Показать можно? Мы уйдем. Не будем ничего про это. Ну, да или нет? Не скажу. Теперь еще вопрос. Ну, я не хочу, это же для общего, так сказать, обозрения, не хочу, чтобы люди были готовы. Потому что, ну, нет. Да нет, почему? Оружие – символ мужественности. Нет, это понятно. Я считаю, что на выборах вам не хватало пистолета за поясом. Там, кстати, он, кстати, был, правда, не за поясом. Самое смешное, что... Нет, ну, это показать того, что человек готов перейти от слов к делу. Ну, не у всех, конечно. Вот так. По крайней мере, большинство бы так подумало. Это dentается. Спасибо за concert. Есть.